Карьера и судьба адмирала Кузнецова развивались сложно и драматично. Его мемуары, изданные после смерти, озаглавлены как крутые повороты, что точно характеризует его жизнь. Единственный флотоводец страны, побывавший трижды вице-адмиралом, дважды контр-адмиралом и столько же носивший высшее звание адмирала. Так происходило потому, что Кузнецов не терпел партийного вмешательства в дела флота, мог позволить себе привлекаться с кем угодно, даже со Сталиным. Николай, крестьянский сын, с 13 лет трудился в Архангельском порту. Почти подростком служил в Севродвинской речной флотилии, а потом с отличием окончил военно-морское училище Фрунзе и начал службу в Черноморском флоте. Кузнецов всегда следовал заповедям наставника, офицера царского флота Юрия Ралля. Некоторые командиры, особенно молодые, из-за смущения норовят пробежать побыстрее строй, смотрят не на людей, а куда-то в сторону. Для команды такое равнодушие и безразличие всегда оскорбительны. Да и что толку, если командир увидит одни фуражки, форминки и ботинки? Ведь главное – это матрос. К 36-му году ворсцового офицера уже хорошо знали в управлении ВМФ. Ему можно было поручить самые важные миссии – отправить главным военно-морским советником в Испанию. В 34 года назначить на должность наркома ВМФ. Кузнецов вообще был самым молодым наркомом Союза. Но с конца 30-х постепенно начались трения с высшим руководством. Кузнецов уже в 39-м не сомневался, что начало войны с Германией – вопрос скорого времени. Он был полон энергии и идей, однако потом признался. Я как нарком ВМФ ожидал, что буду в известной степени привлекаться к разработке всех военных проблем, но постепенно убедился, что решения возникают и принимаются где-то вверху и без предварительной проработки их с соответствующими органами. Кузнецов после попыток пробиться через бюрократические сети начал искать личные встречи с вождем и добивался их. Сталин, в свою очередь, слушал молодого наркома внимательно, но не всегда оставался доволен его своевольным рвением. Вечером 21 июня Кузнецов без согласований отдал приказ о приведении флота в боевую готовность. Отдал приказ отражать все возможные атаки. Благодаря этому флот был едва ли не единственным родом войск, который очень достойно встретил начало войны. Все годы войны Кузнецов оставался ключевой фигурой ВМФ. 31 мая 1944 года получил высшее звание адмирала. Но вскоре после войны произошел первый крутой поворот. В 1947 году конфликт со Сталином достиг апогея. Вождь видел развитие флота в строительстве огромных и дорогостоящих линкоров. Кузнецов нет. Конфликт окончился снятием с должности и судом чести. Обвиняли в передаче союзникам секретных сведений. Отделался Кузнецов сравнительно легко понижением до контр-адмирала и отправился на Дальний Восток. Это была мягкая ссылка. В 1951 году жизнь, казалось, снова повернулась к нему лицом. Кузнецов вновь вице-адмирал и военно-морской министр. Сталин все же слишком ценил опытного моряка. Однако после смерти Сталина случился еще один крутой поворот. Кузнецову присвоили звание адмирал флота Советского Союза, а вскоре сказался затяжной конфликт теперь уже с Жуковым. На этот раз его обвинили во взрыве на линкоре Новороссийск. И снова понизили с формулировкой «без права работать во флоте». Теперь уже трижды вице-адмирал тяжело переживал опалу. Только после ухода Хрущева ему позволили вернуться в почетную группу инспекторов Министерства обороны. И только через 14 лет после смерти Кузнецова восстановили в звании адмирал флота.